дорогие друзья дорогие слушающие это слово сегодня хочу говорить о целях целях церкви и целях для каждого человека мне хочется говорить о пяти целях которые мы можем себе поставить это очень здорово когда у нас есть цели и мы тогда не просто так хотите живем но вот как день получился так и получился нет мы ставим себе цель первая цель была бы поклонение богу вот смотрите возьмем место из писания псалты 33 4 величайте господа со мною превознесем имя его вместе то есть вместе хвалить бога в церкви это так здорово оно и каждый день когда просыпаешься господи хвала тебе слава тебе за этот день ты подарил его потом днем когда ты все видишь как бог сделал с кем ты встречаешься ты с благодарностью живешь и заканчиваешь этот день вторая цель была бы очень важность служение здесь мне хочется прочитать первое послание петра 4 10 служите друг другу каждый тем даром который получил как добрый домостроитель много различной благодати божией служите друг другу и чем служить тем даром который бог тебе дал вот вы знаете есть люди которые хотят служить обязательно тем даром которым другое служит нет тебе бог дал дары и вот этими дарами ты служи делай как можно лучше то что он тебе подарил а бог нам много подарил это и таланты это и это и дары это им имущество это и то что мы имеем в жизни иногда музыкальные способности или поэтические способности любение говорить или умение просто работать помогать другому служить тем даром который тебе бог дал утром господи кому я могу сегодня быть полезным третье мне хочется говорить о миссии смотрите второе послание коринфянам 5 глава 19 по 20 стих потому что бог во христе примирил с собою мир не вменяя людям преступлений и дал нам слово примирение и так мы посланники от имени христова и как бы сам бог увещевая через нас от имени христова просим примиритесь с богом мы теперь от имени христова мы его посланники и мы другим говорим людям примиритесь тоже с богом мы сами примирились нам бог сделал нашу жизнь обогатил ее сделал ее содержательной и теперь мы другим говорим примиритесь с богом и вы посмотрите как у вас начнет жизнь меняться как жизнь приобретет смысл приобретет значение потому что вы будете посланники от имени христа так здорово это все четвертое было бы ученичество смотрите что написано первом послании петра 2 глава 21 стих к тому вы и призваны христос пострадал за вас подам подал тем пример вам чтобы вы шли по стопам его наша задача быть учеником христа в первую очередь чтобы мы шли так как он по его следам вот он прошел он нам показал как надо вести себя с людьми он как я сверен и кроток от сердца вот вы так такими же будьте мы видим как он заботился люди как он обращался с людьми как его так сет ночью на это молился всю ночь потому что следующий день он хотел так что-то дать людям его желание всегда быть связи с отцом чтобы он знал что хочет от него отец чтобы он выполнял его волю то есть мы теперь его ученики и нам надо служить жить так как он жил потому что мы его ученики и последняя цель общение да общение это очень важно но я прочитаю к ефесянам 2 глава 19 стих и так вы уже не чужие не пришельцы но сограждане святым и свои богу теперь мы вместе с детьми божьими мы вместе так сказать славим бога мы вместе с ним выполняем его обязанности которые она нас кладет мы растем в господи мы вместе с другими потому что это очень важно вместе молиться вместе что-то делать двое или трое будут молиться господь будет я вас услышу то есть быть вместе с другими верующими доверять им понимать их и вместе идти это так важно чтобы мы всегда старались так находить в других людях доброе и так сказать что помогать им идти так как павел часто он говорит коринфянам какие вы так сказать да вот способны и все у вас есть я тогда думаю да эти коринфяне они но не очень того что во всем хорошие но он часто говорит добрые слова он видит это доброе поэтому он может говорить да мы святые мы сограждане святым и свои богу поэтому нужно расти мне хочется теперь все цели немножко еще повторить первая цель поклонение прославление бога весь день начинайте с этого живите хвалите бога и особенно собрание вместе когда идет служение хвалите бога второе служение служите друг другу тем даром который бог вам дал служите 3 3 была бы миссия будьте посланники от имени христова мы и есть эти посланники но не забывайте каждый день кому-то надо сказать говорить о том что господь велик что с ним просто прекрасно жить четвертое ученичество учитесь жить так как жил христос идите по его стопам он прошел много трудностей он правда преодолел все и и пятое так сказать будьте в общении будьте так сограждане святым свои богу вместе растите служить и богу очень важно пусть господь вас благословит аминь